Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBG. Продолжаем проходить Remnant. Собственно, телепортируемся на контрольную точку. Я начал, блин, играть и забыл поставить на запись, поэтому я там немножко побегал, но, тем не менее, друзья, я её не прошёл. Но, во всяком случае, я знаю, что уже здесь. Зашёл я там недалеко, буквально поиграл минут пять. Здесь, в принципе, то же самое, что мы проходили, когда я был заражён вот этим проклятием, или как оно, те же самые мобы, а других каких-то я не видел. Класс! Ища неприятностей! Вот они, собственно. Сейчас попробуем, я не знаю, надо это как-то постараться пройти по стелсу, потому что, друзья, здесь реально сложно. Здесь они респятся просто повсюду, поэтому постараемся как-то их всех убивать незаметно, не знаю. Кстати, друзья, я в последнее время ищу билдеры различные, нашёл их достаточно много. И, не знаю, чисто вот под мой геймплей, да, вот я неплохо попадаю в голову. Нет, с этим, в принципе, не возникают каких-либо проблем. Всё-таки хочется, знаете, поиграть за какого-то саммонера. И я думаю, что попробую что-то такое собрать в конечном итоге, но это уже будет где-то на втором прохождении. Я думаю, что, в принципе, когда я пройду игру, я её потом перепройду ещё соло, не на запись. Хотя, конечно, друзья, если вам интересно второе прохождение, чисто какой-то фарм, то могу вам записать. Если это всё дело не комментировать, то я думаю, что я всё вот это просто с этим справлюсь побыстрее. И потом мы, конечно, поиграем в какой-то кооперативчик. На самом деле, самый простой билд, лично, по моему мнению, это, конечно, билд на милишника. Там, собственно, много всего не надо, там не надо какие-то DLC и так далее. Так, что-то я заговорился и немножко не врубил, куда мне идти. Отсюда я пришёл. Всё. Идём, собственно, в ту сторону. Давайте вот сюда сходим. Здесь вот есть спуск вниз где-то. И также здесь можно подняться наверх. Здесь ничего, собственно, нету. Ну, фактически просто бежали и всё. Сейчас выйдем с другой стороны и... Пойдём. Вот, спуск вниз. Я думаю, что здесь уже сейчас будут какие-то проблемы. Кто-то там нервничает. Собственно, как вы обратили внимание, я поменял оружие на меч, потому что, друзья, вот та дубина, она классная, но она медленно бьёт. И это реально проблема, потому что, когда на тебя нападает много, ты не успеваешь отбиваться, там, когда они слева, справа, снизу и так далее. Когда они нитя окружают, там, то те, кто сзади, собственно, ударит, ты их не успеваешь. Именно поэтому меча-то с этим справляется получше. Идём, собственно, туда. Не знаю, что там, друзья, вроде я там был уже. Не знаю. В карте. Что? 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 Это этот. Очень долго я что-то соображал, я не разыгрался ещё. Что там? А вот и проблема. Надо какой-то походик зайти, чтобы они не окружили. Вот, собственно, друзья, из-за этих ребят я им поставил меч. Потому что я с ними в прошлый раз связался, и они меня убили. Там что-то, что-то быстро стреляющее. Мне это не нравится. Сейчас он стреляет, и мы выйдем. Глянем. Так, надеял у него слабое место. И это не слабое место. Интересно, если в пушку попасть. Пушка тоже не слабое место. Немал у него. Как-то не нашёл я слабое место, друзья. Но, по-хорошему, надо искать слабые места, потому что я всё-таки играю через какую-то точность, а именно стрельбу по слабым местам. То есть это или голова, или там задница, или ещё что-то такое. Так, давайте пойдём с этой стороны, посмотрим, что здесь. Здесь можно подняться наверх. Я так понимаю, что это единственный какой-то путь. Есть там пиздюк. Отлично. А что мне? Не нравится? То что? В смысле? Разбой, что ли? И что? Что мне не нравится, то что топят они, друзья, с абсолютно всех сторон. Ты вообще не понимаешь, что где и как. И откуда сейчас выбегут. О, понеслась. Давайте вызовем пиздючка. Пиздючок втопил. Он пошёл искать неприятности. Это... Это неплохо, друзья. Собственно, вот он уже и закончился. Обратите внимание, ему абсолютно на похуй этот цветок. Так, есть таланты. Что мы будем качать? Будем вот это. Не знаю. А вообще, я думаю, надо по-хорошему какую-то броню прокачать. Потому что без брони это всё, друзья, сложновато. Что это такое? Что это такое? Блядь, радиация. Ребята, давайте. Мочите пидора. Блин, почему я этим пиздяками раньше не пользовался? Справился. Ну, они реально очень хорошие. Мне ещё там кого-то нашли. Где, где, где? Там что-то интересное. Так, что-то облучение максимума уносливости сокращается вдвое. Это ничего страшного, друзья, на самом деле. Метка ярости. Посмотрим, что это такое потом. Хотя, давайте сейчас посмотрим. Повышает урон по известным местам. Это у нас после использования в течение 60 секунд повышает урон на 25 по врагам. С уровнем здоровья. А как её использовать? Непонятно. Так, это... Это нормально. Давайте сбегаем наверх. Судя по всему, сейчас уже надо... Топить сверху. Берём на стоечку. Так, вроде я нас с той стороны ещё не осмотрел. Jak Ás��. В смысле? Как же? В quieres? В такая непонятная темная вещь. И там никто не призывает, почему-то так я. Вот. Какая-то. Сука. Так, так. Куда тебя убивать? Может, ногу? Нет, нормально. Жалко, трубы быстро исчезают, друзья. Можно было бы его как-то рассмотреть поближе, понять, где у него может быть уязвимое место, потому что я как-то встретился с таким, и, собственно, куда-то ему попал, и это как раз было уязвимое место, но оно было где-то сверху, друзья. Это разрушаем? Нет. Так, в принципе, мы пробежали по кругу, всё, смотрели. Давайте спустимся вниз, посмотрим, что снизу. Так, я там вроде был. Большая локация, реально. То, что она двухэтажная ещё, это, конечно, не особо прикольно. Так, стоп. Куда мне надо? Я немного не понимаю. Судя по всему, мне надо в ту сторону. Я так понимаю, что вниз или вверх, и как-то пройти дальше. Что-то я, блин, реально заблудился, я нихуя не пойму, где и куда мне идти, но здесь меня вроде не было. Светящийся жезл. Настройки. У меня стоп-рюкзак. Предметы заданий. Странный артефакт, судя по контрам, он должен вставляться куда-то, выглядит как часть набора. Особый ключ, он даёт силу и ответственность. Это может быть здесь, что-то похоже на... Вот я меня тут сюда, где-то вставить его. Но, судя по всему, нет, друзья. Там кто-то ходит, но если там кто-то ходит, для меня там, значит, не было. Это сверху ходит, по-моему. Что у нас здесь? Вроде всё неплохо. Урон просто сумасшедший. Урон у них просто колоссальный, друзья. В принципе, большинство мы убили, а тут не можно полечиться. Так, а куда этот ёбаный жезл вставлять? Мне кажется, это где-то что-то возле статуи, может быть. Вот какие-то такие, видите? И вот здесь что-то интересное есть. Ну, во всяком случае, друзья, мы от большинства врагов уже избавились. Поэтому я думаю, что как-то это всё будет без проблем. Юзабельного ничего нет. Геморная локация. Не люблю я такие, друзья. Что здесь у нас есть? И здесь ещё и карта не показывается корректно. В плане, там, первый этаж, второй этаж, там, третий этаж. Я, на самом деле, не понимаю даже в коей части я сейчас нахожусь. Здесь ничего не активируется. Здесь ничего не активируется. Давайте пробежим вот везде, где только можно. Пробуем что-нибудь найти. Здесь ничего не активируется. Ху-ла знает. Сейчас поднимемся наверх. Стоп, стоп, стоп. И здесь показывается то, что на каком-то среднем уровне, то есть, да, есть выход. Это ж, по идее, не то, откуда я пришёл. Что у нас здесь? Здесь ничего не работает. Что это за херня? Какой-то мазут, я не знаю, или... Чьи-то внутренности, каких-то мутантов, или... Такое ощущение, что играешь на какой-то чужой, да, а не... Там вот всё в таком же говне было, насколько меня память не подводит. Так, что здесь? Блядь, ну это пиздец, на самом деле, вот я ненавижу вот такие какие-то места, да, когда нет адекватной карты, вот как здесь, допустим, да, то, что здесь ты видишь только этаж, на котором ты находишься. И, судя по всему, друзья, мне надо куда-нибудь в конец, и вот здесь вот есть какая-то лестница. Мне, по-хорошему, надо бежать куда-то вот туда. Только теперь вопрос, как туда попасть? Неизвестная. Неизвестная. Та шо ж, а по ебанутому так всё сделано, блин. Судя по всему, где-то здесь я могу пройти. Здесь никаких лестниц нихуя нету. Мне надо как-то подняться наверх. Вот здесь есть лестница. Сейчас мы по ней пробежим, я надеюсь, что каким-то образом всё-таки я выйду куда мне надо. Но здесь нихера нету. Вот есть проход. Блядь, ну я был здесь. Друзья, я был здесь, я уже проходил здесь. И что самое интересное, они, вот, похоже на здесь меня не было. Отлично. Болеан знаний. Таланты. Так, что мы прокачаем? Ну, продолжаем качаться, в основном, вот эту тему, для того, чтобы был какой-то огромный урон. Что это такое? Ну, здесь ничего не подключается. Куда-то ж надо это засунуть, друзья. Стоп. Не говорите мне, то что. Я пришёл к выходу. Потому что это будет полный пиздец. Ну, давайте отдохнём. Так, ну, здесь, друзья, меня не было. И, судя по всему, здесь сейчас будет что-то плотное. Здесь будет какой-то босс. И здесь вот, как раз, скорее всего, надо вставить эту херню. А что это такое? Блять. Тихуя себе, у него урон. У него реально огромный гром, друзья. В принципе, мы не убиваем. Очень большой урон проходит. Как это работает? Хуя у это работает, вот как. Хуя у это работает, вот как. В чём он? Что это работает? В чём? В пешку он говорит? Отлично. Называем его чё там? Плюс без лючка. А он достаточно easy. Если... Просто огромный урон. Просто огромный урон. Отлично. Мы сделали это, друзья. Судя по всему, это был какой-то босс. Черная слеза. У нас в рюксаке, друзья. И непонятно, что это. Куда, где использовать на вопрос вот эту херню. Светящийся жезл. Так. А что, я пришел сюда, убил двух, блядь, на вот этих бидеров. И что, я ничего не получу за это, что ли? Нихера не понятно. Давайте все осмотрим, я не знаю. Ну, потому что это как-то странно. Какую-то руду дали, да, с одной стороны, но... Не знаю, неужели здесь комнат каких-то нету, дропа никого нету. Что-то такое. Мне, на самом деле, интересно, куда пристроить этот жезл, друзья. Собственно, друзья, что я вообще думаю по поводу вот этого жезла и в целом, да, всего вот этой херни, где его использовать. Здесь есть такая фишка, то есть у тебя может спавниться предмет, к примеру, вот этот жезл от подземелья какого-то, да, которое у тебя не спавнилось. То есть у тебя это подземелье будет спавниться, допустим, в следующем прохождении. Это вот, на самом деле, когда, допустим, вот помните, у дерева получил талант, то есть, да, одев вот эту маску. То есть может быть такое, что маска это спавница, дерево не спавница. Или наоборот, спавница дерево, не спавница маска. То есть, ну, как бы вот так оно может работать в этой игре. Поэтому, собственно, из-за этого ее можно перепроходить много-много раз. Потому что вы можете найти предметы, которые вам понадобятся, допустим, в следующем прохождении. Ну, у меня только такой вариант есть, на самом деле. Скорее всего, вот этот жезл, я, конечно, потом загуглю, то есть, да, что это за жезл, и нахера он нужен. Но мне почему-то кажется, что вот этот жезл будет уже использован в где-то, хрен знает где, в каком-то другом подземелье. То есть просто надо найти там один или несколько, не знаю. Так, что? Здесь песик какой-то. Ну, урона вообще не получил ни хера. В смысле? Я их убиваю, да, убиваю. Продолжаем, друзья, сранствовать по пустыням. На самом деле, так себе мир. Но он хоть не какой-то такой темный. Но все-таки, друзья, как-то мне больше нравилось... Где я вообще нахожусь? Кстати, у том подземелье, которое было вот в начале, да? Там, где мы забрали. Вызываем. Да? Пенек рули. Пусть я без пинька на рулю, но... Пенек... Не, ну пенек неплох. Согласитесь, друзья, пенек очень неплох. В общем, я думаю, какой-то самосилд сделать. Голова слабое место, но, друзья, надо попасть в два раза для того, чтобы как-то она появилась. Так, что у нас здесь? Черепок. Продолжение следует... Вообще, изи, изи челик. Если другим, допустим, какого-то смысла нету снимать маску, то вот этому как раз очень большой. Кстати, этих черепков можно призывать будет потом, друзья. Они вроде как неплохие. В принципе, можно на второе оружие поставить призыв вот этого черепа. Или, допустим, я найду... Спавнится мне, скажем так, событие. Так, а как залезть наверх, мне интересует. Вот, я вижу, здесь что-то интересное. Есть, но я не вижу, как туда попасть. И это как бы... Так, судя по всему, здесь можно пройти. Собственно, есть событие здесь с авто-турелью. Можно. Там робота надо убить. И, собственно, получишь авто-турель. Так. Продолжаем. Это все прокачивать. Не знаю, друзья. На самом деле... Хочу попробовать какие-то различные билды. Но, на самом деле, я понимаю, что игру придется пройти не раз и не два даже. Мне кажется, для того, чтобы какую-то сборочку такую интересную сделать и показать вам. Ну, напишите вообще в комментариях, интересно вам это, не интересно. То есть, я обратил внимание, что очень мало людей смотрят, собственно, вот это вот прохождение. По сравнению... Я как бы понимаю, что большинство пользователей, друзья, да, это люди, которые смотрят, собственно, в ВВЗ. Но, если бы брать в целом, у меня на канале есть абсолютно все по ВВЗ. Если что-то там еще добавится, я, конечно же, запишу вам видео, вы увидите это. Но, как бы, эта игра реально классная. Она стоит того, чтобы в нее играть, чтобы ее проходить. Так, здесь у нас очередная какая-то подземка. И, судя по всему... Давайте сходим. Не знаю, хотя давайте все разведываем, наверное. Будем придерживаться нашей стратегии, которую мы использовали, когда проходили землю. В плане все открыли, все посмотрели. Понимаем то, что... Уже бежать там некуда. И... Тогда, собственно, выбирали, куда дальше спускаться. Здесь у нас чекпоинт или что-то типа того. Что-то красненькое. Камень какой-то. Я так понимаю, что это здесь будет чекпоинт. Только непонятно вообще, как туда попасть. Здесь, судя по всему, друзья, все закрыто. Единственный вариант какой-то это... Где-то залезть наверх. В принципе, есть там проход. Есть проход с другой стороны. Давайте пробежим. Судя по карте, там можно пройти. Да, друзья, это дефолтная херня. Это по-любому надо туда спускаться вниз. Судя по всему. Такое мы встречали, собственно, на земле. Прикол с этими воротами. То, что надо было идти через канализацию. Здесь надо будет идти через какую-то другую херню. Что самое интересное, обратите внимание, то, что здесь есть такие развитые объекты. Какие-то там роботы типа ходят и так далее. А на поверхности какие-то туземцы живут. Ну, это по меньшей мере странно лично, мне кажется. И сейчас будет какая-то очередная входная точка. Кстати, я могу вроде сразу двух вызвать. Вот этих пеньков. И давайте, кстати, сбегаем. Посмотрим, что это за железо, друзья. Блоки 13. Потому что есть здесь достаточно много каких-то таких интересных вещей. И попробуем, собственно, как-то от этого сыграть. И сейчас заодно скупимся. Найти безумного короля нам надо, друзья. Так, что у тебя продается? Как дела? Нормально. Давай меняться. До встречи. Не знаю, друзья. Мне кажется, для того, чтобы прокачать вообще нам все оружие, это надо просто не какое-то неимоверное количество раз переиграть. Потому что оно объективно не хватает того, что ты находишь на какой-то адекватный грейд. Так, здесь... Давайте как-то бежим. Неудобно поставили торговцев. Вот, скажем, место где-то Респися. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Дракон убит? Слав, теперь убей остальных. Вообще чётенько, да? Ну, давай глянем. Так, Вуаль Чёрных Слёд создаёт в радиусе 5 метров непроходимое энергетическое поле. Герои, находящиеся внутри поля, могут беспрепятственно стрелять во врагов. Да это же имба, друзья. Или я что-то не понимаю. Ага, и девушка. Сейчас затестим. Затестим на вот этом. Сменить модификатор. И ставим вот это вот поле. Почему-то мне кажется, что... Не всё так хорошо, как там написано. Но, тем не менее. И так. И так. Мне что-то подсказывает, друзья, то, что придётся всё-таки вернуться вот в эту первую пустыню. И как-то пройти вот эту вот херню, которую мы пропустили тогда. Потому что, судя по всему, туда я уже не вернусь. А там была какая-то подземка. И как-то туда можно попасть. Наверное. Это не знаю, что боится. Радиация, при том, что. То есть, вблизи это лучше не разбивать. Да что за херня. А, друзья, их можно будет призывать потом. Чтобы вы понимали, вот такие черепки. Радиация, при этом. Кто-то там есть ещё. Я предлагаю вообще спуститься и, в принципе, посмотреть. Потому что кто-то, судя по звуку, опасный и ебанутый. Что-то такое. Это типа череп самоубица. Ну, вполне неплохо. Что-то опасный и ебанутый появился. Перезаряжаем всё, друзья. Ну, достаточно по простяксам. Так, и стрелок. В голову даже. А, другая, у него даже голова. Это не слабое место. Что за беда? А почему вот так, за пьян? Ну, радиация, это не страшно, друзья. То, что там стамина. Сейчас просто по стаусу сыграем. И нам стамина, как бы, не особо нужна. Это херня ещё самонаводящаяся. Это, судя, друзья, потому что мы читали, то, что есть вот этот вот челик, у которого голова как уроя. Да, и в голову стрелять там нет смысла, потому что начинаешь его, типа, на призывать. Судя по всему, это вот как раз за вот этих пиздюков говорили. Есть кристалл. Тайр. Продолжение следует... 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 Отлично, он вернулся. О, да, блядь. Все, пополечился, сразу блюхло. Да что за херня? Эти черепки, они меня заебали. Они просто меня реально заебали, друзья. Это какой-то, какой-то пиздец. По-куда ему это не назовешь? Их убер, дохуя, они верткие. И стреляют. Ну то, что вот эти, которые стреляют, то ладно. Но вот эти, которые подлетают и суицидятся, это, конечно, вообще пиздец. Давайте сберем, что здесь. Мне интересно. Сложная, сложная карта, пиздец просто. Вот, сложная, она именно тупо из-за этих черепков. Потому что они залетают просто со всех сторон. Просто с тех сторон, где ты не ждешь, где ты пробежал, и точно знаешь, что там никого нет. Но вот именно в этом сложность, то, что появляются они, кто сзади, кто еще где-то. Так, что здесь? Что это такое? Что это такое? Что за херня? Какая радиация? Куда наберется, блядь? Что это было, блядь? Пиздец. Что мне заново все, блядь, вот это пробегать? Что это была за херня? Это, я не понимаю, друзья. Я не понимаю, от чего я умер. За мной просто начала гоняться какая-то херня, и я умер. И все. Так, что теперь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Просто бред. Продолжение следует... 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 Друзья, вызываем наших помощников, берём ПП, вот этих пидоров Лечимся, это плохо кончится, сколько этих заразных, это пиздец Здесь главное, друзья, убить их заразных, и босс ещё возвращается В принципе, босс, скажем так, несложный, сложно на то, что он дохуя этих пидоров вызывает Выращиваться от него реально легко Ну вот Что что Успел Призываем ребят ППшечка, ППшечка Давайте, ребята, решайте вопросы Прокажённых надо, вот этих заразных убить, всё будет неплохо Заразных, отлично я попал Заразные два убили Босс, блять, босс, 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 босс Босс, это проблема Друзья, это чертовски большая проблема, потому что у меня нет стабины Фу, блять, вот это было, это было реально потно, это было супер потный босс Но мы это сделали, друзья И мы какой-то воющий ключ получили Фух И что, и что, и что Как отсюда выйти Босс был реально, друзья, сложным Я скажу, если бы я вот это не заёбывался с носовыми ногами Было бы, конечно, полегче, но Всё-таки это стоило того, я думаю Так Хорошо, куда здесь идти Как открыть эту ёбаную дверь Непонятно Здесь Лестница Давайте сходим Обследуем, что там снизу, потому что я сюда не заходил Что ж, идём на выход Что ж, идём на выход И Я думаю, друзья, на сегодня Мы закончим Все-таки было достаточно интерактивненько Лично я так думаю Сложный босс был, реально сложный Нам в разы сложнее дракона Как раз вот Не скажу, что боссом сложный Сложные вот эти вот челики, которых он вызывает Постоянно Собственно, сейчас поймем, где мы окажемся Вообще игра на самом деле Сложная, такая она в меру сложная Это на самом деле радует Так и Стоп Здесь можно где-то спуститься Но судя по всему Так, отсюда я вышел, да? Или нет? Я что там Немножко растерялся, потому что Я боюсь, что я сейчас прыгну вниз И мне что-то придется заново пробежать Поэтому я сейчас это, конечно, друзья Все перепроверю Да, отсюда я пришел Собственно Сейчас выходим И, друзья, смотрим, конечно Где мы будем Потому что мне на самом деле Очень-очень интересно Вот по поводу того подземелья В которое мы не зашли, друзья Не знаю, есть такой вариант Что я туда вернусь, я не знаю Или соло Или засниму это все дело И мы попробуем это все Пройти заново Собственно, из пепла И, друзья, пришли мы к торговцу Собственно, вот это подземелье С которого мы вышли Поэтому, собственно, все Абсолютно мы исследовали И что ж Идем к чекпоинту Но, опять же, друзья Непонятно Есть все, что нужно Отлично, друг Идем к чекпоинту И, думаю, друзья На этом все Что ж, друзья Что хочу сказать Я надеюсь, что серия Получилась интересная Что вам, в принципе, все понравилось Пишите вообще в комментариях Как вы относитесь Вот к такому прохождению То, что всех боссов Мы будем убивать Каким-то особым способом Что ж Друзья, на этом все Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому